Так получилось, что съемки очередного сюжета о деятельности фирмы Подъемник, которая на сертифицированном высоком уровне осуществляет промышленную экспертизу зданий и сооружений, стали для нас настоящим испытанием. Испытанием моих инженерных навыков, то есть знаний, и испытанием корейского джипа в поисках выгодной точки съемки. Потому как после последних командировок город свой я полюбил всем сердцем и всей душой. Но если во втором случае реальную помощь в утверждении автовсепроходимости КРАЗа мне составили водители-профессионалы рудника ММК, то в первом случае максимально объективная и конкретная информация от династии строителей. Смысл экспертизы промышленной безопасности – это обследование тех или других объектов. То есть будь это техника строительная, будь это строительное какое-то, будь это помещение какое-то или здание. И при этом, при этом немаловажную роль играет лаборатория неразрушающего контроля, которая входит в наше предприятие как структурное подразделение. Строители, которые строили в средние века, ну все понятно было, как можно было… На яйце. Да, строили на яйце, строили кирпичом, строили камнем. Можно было спокойно все это дело обнаружить. Пожалуйста, камень выпал, кладка разрушилась. Сейчас в моде другие материалы, вроде железобетон. Все красиво, прочно и, казалось бы, неразрушаемо. Так ли это? Нет, это не так. Значит, почему? Потому что на сегодняшний момент агрессивная среда, которая воздействует как на строительные конструкции, так и на механизмы, которые работают на строительстве, они изнашиваются. Изнашиваются почему? Потому что эксплуатация тех или иных объектов, она довольно-таки интенсивная. То есть и те материалы, которые применяются как на стройке, и которые применяются непосредственно при изготовлении технических устройств, они приводят к усталостности материалов. И при этом существует экспертиза промышленной безопасности, чтобы определить на сегодняшний момент те или иные критерии, насколько может прослужить данный объект или здание, или механизм. Человечество всегда интересовал вопрос внутреннего устройства. И даже Ньютон не подозревал, когда ему на голову упадет яблоко. Но архитектор, строитель, корабел должен был знать, сколько гарантированно долго прослужат его здание. Или его повесят, четвертуют или спалят. Изделий человеческих в тысячи раз стало больше, а ответственность конструкторы переложили на эксплуататоров. Но суть ответственности не менялась. И что уповать на Бога? Есть службы, сертифицированные, нет не Всевышним, но государством. И в них есть специализированное оборудование, в сути которого разбирался инженер образца 1995 года и московский специалист с горящими глазами. Если в вопросу первого может быть и туповатый, и детско-дилетантский, то оцените квалификацию и уровень технической мысли конца первого десятилетия 21 века. Честно говоря, для меня было странным увидеть вот это количество приборов. Это еще не полный список, это самые необходимые для кранов. Вот, то есть как бы в основном. Если тут у нас посмотреть, у меня список СОПов и стандартных образцов очень много. То есть это вот по настройке именно ультразвукового оборудования. Не секрет, сколько все это стоит в общем? Ну, в принципе, как бы по приборам, это достаточно дорогие приборы, вот, по СОПам, стандартным образцам, СОПы стоят немного дешевле. Эти СОПы у нас же поверяются либо Москва, Уфа, вот, потому что там нужна ультразвуковая волна, скорость ее. Без нее эти СОПы поверить невозможно. То есть занявшись вот этой, ну, непростой работой, вы себя и обязали каждый год проходить обязательную стандартизацию? Конечно, без этого никак не получится, потому что работая на таком производстве, это опасное производство, это ответственность очень большая. Должны быть, как бы, тоже себя надо подстраховывать, потому что у нас должны эталонные быть образцы, по которым мы выявляем дефекты. Вот. Грубо говоря, вот у нас вот еще есть для магнитопорошкового контроля, капиллярного контроля, тоже есть свои стандартные образцы. И мы приехали на объект. Объект скрыт в железобетонное изделие. То есть, ну, балка обыкновенная, железобетонная, закрытая, которая уже идет конструкционно, железобетонная балка, она крепится там Т-образная, либо как. Где-то в ней произошел участок протечки воды. Бетон у нас не вечен. Бетон служит, ну, сколько? Ну, 30 лет максимум. Бетонки есть, это очень хорошая марка. Как мы проверим его? Мы его сможем проверить вот этим прибором. Это у нас по бетону ультразвуковой дефектоскоп. Вот. То есть, он благодаря своей решетке может выявлять дефекты непосредственно в бетоне. То есть, он прозванивает... Ну, как прозванивает? Прозвучивает... Ну, да, конечно. Прозвучивает у нас бетон полностью. И мы видим, но на этом экране, допустим, какой-то дефект. Если взять, к примеру, вот эта вот бетонная стена... Ну, к примеру. Да, к примеру. То есть, ну, вот. Мы подносим его сюда. Если здесь есть какой-то непролив, там, трещина какая-то, то эта ультразвуковая волна начнет отражаться от этой трещины. То есть, не дойдя до конца этого бетона... К примеру, бетон у нас полтинник. Вот. На расстоянии 20 сантиметров у нас выявляется трещина, непролив. Вот. Эта волна отражается от нее, выходит. Здесь на экране показывается... У нас идет ультразвуковая волна. Вот зонт. Показывается расстояние, на котором находится этот пик. Вот. Соответственно, мы по этим можем уже судить, где находится. Либо это у нас край стенка 50 миллиметров, то есть все нормально. Либо 25 миллиметров, значит, у нас уже тут что-то не то. Вот стояли пилоны. И вот на них уже положили плиты. И что в итоге? И не проверили. И как? Ну, естественно. Там как бы положили дополнительную нагрузку, не проверили это. То есть, у нас есть еще приборы на прочность бетона проверяются. Здесь ударный способ именно по отскоку, по отскоку этого бойка идет. То есть, когда мы проверяем его, бетон, здесь есть стандартный образец. Проводя испытание, нам показывает прочность бетона, допустим, 33 мегапаскаль. То есть, соответственно, по этой настраиваемся. И после проведения этого измерения, тут делается 10 измерений, мы можем судить о марке бетона. То есть, какая марка использовалась. Там, 300, 400, 500, в зависимости от этого. Ну, вот. Дальше по РД можно будет это все дело рассчитать. Какая там прочность, вот, остаточность. В принципе, вместе вот с этим прибором, это у нас прочность, это у нас проверка трещин, непроливов. Можно достаточно компетентно судить о состоянии, к примеру, этой опоры. То есть, мы можем говорить о том, что вот, ну, ребята новые, уже не новые русские, уже достаточно старые русские. Новые русские взяли все и порушили, и все продали. Пришло другое поколение русских, которые решили строить. И, наконец-таки, они пришли. Но пришли они подчас к разбитому корыту, и с корытом пытаются вот собрать вот что-то. То есть, прежде чем что-то собрать, куда надо обратиться? Я думаю, надо обратиться к нам, потому что мы можем посмотреть, в каком состоянии сейчас находится на данный момент это, к примеру, здание, сооружение. Сделая экспертную оценку, лабораторные испытания, мы дадим заключение, где надо что-то исправить, добавить, разобрать, перебрать, поставить, построить заново. Соответственно, уже человек может судить, стоит ли ему убрать это здание, стоит ли ему снести это здание, или можно здесь отремонтировать. Вот, к примеру, вот, найдя вот здесь дефект, небольшой дефект, есть, хорошо его устранили, оно будет работать. Его не устранили, не нашли, оно обрушится. То есть, вот мы, допустим, смотря на карту города, видя, да много таких объектов было, поднастроили все время и цеха, там и крекерные вроде собирались еще что-то делать, и новые технологии типа существуют. И человек захотел вложиться, кредиты сейчас есть, вроде получилось, и вроде где-то что-то не получается, вроде фундамент прошел просадку. Вы можете проект сделать так, чтобы и его подровнять, и устранять все недостатки, усилить конструкции, сделать это здание, ну, потом, в дальнейшем прочном, настоящем, работоспособном? Да, у нас занимается этим экспертный отдел, господин Никандров, он у нас, ну, это все дело рассчитывают. То есть, как бы, лабораторные испытания, после лабораторных испытаний, все данные приходят к ним, и они уже начинают рассчитывать, делать какие-то программы, там, проекты по ремонту. И уже, соответственно, занимаются либо наши же организации по ремонту, либо, там, другие подрядные организации, которые по этим ведомостям дефектов делают ремонт. Потом, опять же, мы можем это дело проконтролировать, качество этого выполненного ремонта, и дать уже заключение на хорошую, готовую конструкцию. Конечно, все это нет необходимости приобретать каждому изобретателю. Да и время громоздких институтов ушло вспять. Но мобильные профессиональные коллективы типа подъемник вполне могут оперативно и грамотно решать вопросы промышленной безопасности и предприятий города и области. И мне бы хотелось обратиться к владельцам опасных производственных объектов, то есть, чтобы они проверяли свои объекты не только в период экспертизы, но и на протяжении всей эксплуатации того или иного объекта. Почему? Это будет непосредственно решать их вопрос о эффективности эксплуатации того или иного объекта, вовремя произвести тот или другой ремонт и уйти от травм и аварий.